Надежность и долговечность вашей кровли зависит не только от качественного материала, но и от правильности монтажа. Давайте разберем основные ошибки и узнаем, как их избежать. Чаще всего допускаются 4 основные ошибки при монтаже гибкой черепицы. Это неправильная укладка подкладочного ковра, неверное место фиксации гвоздями гибкой черепицы, неправильное использование битумного клея и невыполнение рекомендаций по смешиванию пачек. Самое важное это соблюдать условия хранения подкладочных ковров. Они должны храниться строго в вертикальном положении без воздействия прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. Транспортироваться подкладочные ковры должны по возможности также в вертикальном положении, особенно если на дальние расстояния идет машина. Иначе это приведет к деформации рулона, что в дальнейшем повлечет за собой проблемы при монтаже. Монтаж подкладочного ковра можно осуществлять как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Особое внимание стоит уделить натяжению ковра во избежание провисаний и деформации. На кровле с уклоном более 20 градусов мы рекомендуем вертикальную укладку подкладочных ковров. Неправильная укладка подкладочного ковра ведет к появлению неровностей на крыше. Для сохранения гарантии используйте гибкую черепицу и подкладочный ковер одного и того же производителя. Использование подкладочного ковра другого производителя может привести к визуальным дефектам на черепице. Важно, чтобы битумный клей был нанесен толщиной не более одного миллиметра. И обязательно разравнивайте клей шпателем. Битумный клей достаточно агрессивен. И даже небольшого его количества хватает для надежного склеивания различных деталей кровли. Избыточное нанесение клея может привести к появлению потеков на поверхности черепицы. Это ухудшит внешний вид кровли. Карнизная черепица укладывается поверх металлических карнизных планок. Очень часто во время монтажа карнизной черепицы многие допускают такую ошибку, что крепят ее по краю карнизной планки и не делают отступ. Это может привести к поднятию гантов во время порывов ветра. Ганты карнизной черепицы нет смысла прибивать, так как они будут прибиваться гвоздями первого ряда черепицы. Нижний край первого ряда гантов рядовой черепицы должен выравниваться на 10-20 миллиметров выше нижнего края карнизных гантов. Если не соблюсти данное условие, то порывы ветра в области карниза могут поднимать лепестки гантов. Не забывайте всегда перед началом монтажа смешивать ганты из, по крайней мере, 4-5 случайно выбранных пачек. Монтаж гантов из одной пачки может привести к появлению на кровле полос и пятен разного оттенка. Неправильный выбор гвоздей и неверное место фиксации ими ганта может привести к сползанию кровли. Забивайте гвозди согласно инструкции по монтажу. Каждый гант гибкой черепицы должен фиксироваться четырьмя кровельными гвоздями. В противном случае это может привести к отрыву гантов. Прибивая каждый последующий ряд черепицы, мы еще раз пробиваем предыдущий, и поэтому каждый гон держится не на четырех гвоздях, а на восьми. Никогда не забивайте гвозди в край гантов, это может привести к сползанию кровли. Иногда бывает сложно сразу составить правильный рисунок из гантов на кровле. Поэтому во избежание ошибок внимательно изучайте инструкцию. В данном случае, чтобы облегчить составление рисунка, есть специальные насечки. Чтобы бесплатно пройти весь курс кровли из гибкой черепицы «Выбор. Монтаж. Эксплуатация» от компании КТПАЛ и получить сертификат слушателя, пройдите на сайт Форум Хаус в Академию Форум Хаус.